Всем привет! Скорее всего это видео будет последним на моем канале в этом году. Вот это начало. Но я просто хотела поздравить вас со всеми наступающими праздниками, возможно уже даже наступившими, пожелать вам всего самого-самого доброго. И также это видео будет, знаете, таким заключительным и очень живым, очень искренним, очень душевным и атмосферным. Я надеюсь, что вы вместе с нами сегодня проведете наш семейный праздник. Ну, наконец-то и у нас есть елка! Успели до Рождества! Захар, ты радуешься? Нет? Ну все. Да, сегодня ночью приедет бабушка и завтра уже будем наряжать. Завтра утром, когда я буду в поликлинике с Захаром, гостям нужно будет что-то есть. Сделала свой фирменный тарт с брокколи, с сыром и с творогом. О, руки заняты, как теперь открыть духовку? Рецептик можете найти и у меня в каком-то влоге и в инстаграме. Когда Томак раскладывает продукты, всегда идеальный порядок в холодильнике. На само Рождество я планирую сделать ребрышки. Я боюсь, что после святого вечера меня не хватит на маринад, так что сделаю его сейчас. Вот это все нам понадобится для идеального соуса барбекю. Не знаю, как у вас, но у меня реально все вот эти ингредиенты всегда есть. Чуть не сказала в косметичке. В кухне. Оливковое масло, лук, чеснок, томатная паста. Можете взять перец чили, но я очень люблю вот эти хлопья. Они остренькие, такие, ух. Также не обязательно, но можно взять соус табаско. Это острый такой прям огонь. Но у меня корейская какая-то штуковина. Я иногда ее использую именно для маринадов и соусов. Виски без него можно обойтись. Обязательно горчица, перец, соль, сахар, соевый соус или такой, как у меня. Я никогда не могу выговорить название. И вот это винный уксус и сок апельсина одного. Я буду делать довольно много соуса. Если хотите меньше, то такие оптимальные пропорции я оставлю в инфобоксе. Чеснок сказала или нет, но в общем, все, что вы видите сейчас на экране, нам нужно. То, что можно пропустить, я также озвучила. Суббота, вечер. Решила налить себе немножко винишка и расслабиться, чтобы мне веселее готовилось. Сначала поджариваем лук, потом позже добавим чеснок. И еще нам понадобится небольшая кастрюлька. Когда лук немножко подзолотился, самое время добавить чеснок. И его мы будем жарить буквально 2 минутки. Куда-то делись мои силы. Перекладываем все это добро в кастрюльку, заливаем немного воды и начинаем доводить до кипения. Берем еще винный уксус и томатную пасту. Дальше все супер просто. Добавляем остальные составляющие соуса. Варим это все на не слишком большом огне полчаса. Смотрите, чтобы ваш соус не подгорел, а мой получился супер острым. Наверное, завтра сделаю еще и более такую лайтовую версию. Где я могу быть? Так поздно. Я в аэропорту в Кракове. Я приехала встречать маму и тетю. Они уже должны были приземлиться. Так что я бегу-бегу поскорее, потому что я очень соскучилась и не могла дождаться этой встречи. Ой, здесь так красиво все украшено. У нас уже очень шумно. Это значит, что все в сборе. И наконец-то настал волшебный момент, когда мы будем наряжать елочку. Редактор субтитров А.Семкин и финальный штрих. Томак снова на работе, поэтому Рафл нам помогает. Ура! Страшно красиво. Это сейчас обо мне. Приклеила патчи. И пока я с несколько минут так бежала на последний этаж, чтобы в тишине сказать вам несколько слов. Итак, какие блюда в нашем постном меню? Почему так и не иначе? Почему стол не заставлен полностью? Почему не такое, как надо количество постных блюд? Я скажу так, запыхалась. 11 лет тому назад, когда мы познакомились с мужем, мы довольно быстро начали жить вместе. Я переехала к нему сюда, в Польшу. Он воспитывался в католической вере. И также в его семье были определенные традиции. И его родители разведены уже очень много лет. И он мне попросил тогда, 11 лет тому назад, чтобы я помогла ему организовать такое Рождество. Точнее, вот этот предрождественский ужин, в принципе, и рождественский обед праздничный. Мы тоже всегда готовы. И так уж получилось, что наш дом, раньше наша квартира, были и есть такой нейтральной территории для всей семьи. Куда все приходят с удовольствием, где все встречаются и мирно беседуют. И действительно нет никакой такой напряженной атмосферы. Потому что очень часто взрослые уже дети разрываются между мамой и папой. Все-таки в Польше Рождество это самый важный праздник. И это довольно проблематично. Поехать к одному на ужин, потом ко второму, у кого посидишь дольше и так далее, и так далее. Так что Томак как-то сам даже за всех решил, что мы берем на себя эту ответственность. И для меня это действительно в удовольствие. Тем более, когда это настолько важно для твоего не просто любимого человека, а уже родного за столько лет. И на самом деле день, когда вы празднуете Рождество, не столь важен. А важно то, что у вас в сердце и что у вас в голове. Это как бы к слову о том, почему мы с большим размахом празднуем католическое Рождество. Ну вот так получилось. И мне очень хотелось сохранить вот эти даже светлые детские эмоции. Вот это ощущение праздника, которое было давно забыто в семье моего мужа. Но он хотел, чтобы это было в нашем доме. И в его семье было принято, что на столе всегда два первых блюда. Это постный борщ и постный журок. То есть грибной суп в прошлом году на Рождество я показывала вам рецепт. Я вам просто гарантирую, что он готовится вот так. И у вас будет вкуснейший грибной суп. И вовсе не обязательно использовать специальную закваску. Без нее уже будет очень-очень вкусно. Постный борщ требует очень много времени, очень много энергии. И слава богу, что в этом году есть мама и тетя. Поэтому у меня уже все гораздо проще и быстрее происходит в кухне. Также в семье не принято, извините за выражение, обжираться. То есть это просто, знаете, очередной повод собраться всем вместе. И, честно говоря, на второй день тоже довольно масштабный обед. И никто как-то не хочет объедаться так, чтобы чувствовать вот эту тяжесть и потом умирать. Так что это вполне нормально, когда блюда подаются по очереди. Их не слишком много и стол не трещит от того, что на нем наставлено. И для меня, как для хозяйки, это тоже, знаете, плюс. И иногда мы с мамой Томыка делимся. Допустим, она приносит часть каких-то блюд. Она делает вот эти пельмешки. Это называется ушко. То есть борщ подается в жидком виде. И к нему приносятся вот эти пельмешки с грибами и с капустой. Также к борщу подается крокет. Это как блинчики. Внутри начинка тоже грибы и капуста. Еще мама Томыка готовит уазанки. Это такие макароны, квадратные формы. И они тоже перемешиваются с грибами и капустой. И я еще раз скажу, что так было в семье моего Томыка. И я просто привношу какие-то идеи. Папа всегда приносит панированную рыбу. Я уже приготовила узвар. Супы я делаю. И, собственно говоря, это все. А, еще я буду печь торт. Не торт, а такой, ну скажем так, творожный пирог. Он тоже довольно простой в приготовлении. Но очень вкусный, традиционный. Он часто появляется на всех праздничных столах. И, в принципе, в качестве десерта его также можно везде купить. Или же вы можете наблюдать его, например, на домашнем столе в какой-то семье. Что-то еще из напитков, я сказала, узвар. Мы еще готовим к утю. И на следующий день я буду делать ребрышки в соусе барбекю, которые мы уже начали с вами готовить. Я надеюсь, что я так смонтирую. А салат, вот эти вот помидоры в сахаре, с луком, со свежими травами. Ну и как бы скромно. Скромно, но главный повод, по которому собирается вся семья. Я побежала на кухню командовать, потому что ни мама, ни тетя не знают всех тонкостей. Да и я, наверное, сама всех не знаю. Но, короче говоря, я хоть как-то ориентируюсь в том, что зачем нужно готовить. И как должны выглядеть, и какими должны быть на вкус те блюда, которые нужно будет подавать завтра вечером. Покажу вам рецепт очень вкусной рыбы. И она не настолько тяжелая, как вот эта в панировочных сухарях. Берем любую белую рыбу, нарезаем ее вот такими кусочками. Советую ее высушить, например, в полотенце, таком бумажном. Соль, перец, мука. И немножко обжариваем, не до золотистого цвета, но просто, чтобы она не была сырой. Все пропорции укажу вам в инфобоксе. Нарезаем лук-порей и обычный лук и поджариваем. Кстати, в жизни он не такой коричневый, как сейчас в камере. Странно. И отдельно заливаем горячей водой петрушку, сельдерей и морковку. Будем все это дело варить минут так 15, не дольше, чтобы это все не превратилось в одну кашу. И где-то через 10 минут добавим душистый перец и лавровый лист. Отливаем немного бульона. Остальное убираем. И, посмотрите, в лук добавляем этот бульон. Наверное, даже чуть больше. И томатную пасту. Хорошо все перемешиваем, немножко поджариваем. Обсуждаем, кто что готовит. Тем временем я добавила сюда соль, перец, базилик, орегано и паприку. Теперь вот все перемешаю ложкой побольше. И еще добавлю сюда же овощи, которые я раньше отварила. Все смешиваем. Будем выкладывать на рыбу. И отправляю все, даже не в холодильник, а на террасу. Это все будет стоять до завтра, пропитываться вкусами. Готово. Теперь охлаждаем. И завтра будет вкуснятина. Грибной супчик показывала вам в прошлом году. Но тоже в инстаграм запостила. Если вы знали, сколько мудотни с польским борщом, который будет в итоге жидким. Но традиция есть традиция. Тетя готовит суп. Мама занимается малышней. А я уже нашла им наряды. Сейчас это все разглажу. Также достану скатерть. А что буду одевать я, пока непонятно. Мне кажется, детские рубашки как-то сложнее всего отгладить. Приготовила им комплекты. И чаще всего я покупаю такие детские вещи не первой необходимости, скажем так, на распродажах. Они стоят недорого. И потом, мало того, что, например, вот это носит старший. Дальше это передается по наследству Игнату. И после Игната носит еще один мальчик. Так что стоимость нужно делить на три. И тогда мне спокойнее. Можно что-то купить на выход. Выбираю себе наряд и не могу определиться. То ли по традиции жарить рыбу в жакете. Ну, уже должно так быть. Или же надеть вот это красное платье. Его нужно разгладить. Оно у меня от СЛРа. Очень красивое. Я его надевала на свадьбу своего брата. Точнее, даже я была в другом платье. Но сменила его в конечном итоге на это. Потому что Игнат меня облил. И довольно сложный выбор. Хотя, я, наверное, сегодня вечером одену один наряд. А завтра днем второй. Стандартная ситуация. Оля готовит наряды. Все украшает. А то мы их со шваброй. И пока дети на прогулке с бабушками. К нам тут приземлился Дед Мороз. Я так и не показала вам, как же я запаковала все подарки. В этом году я задействовала и хлопок, и хвою, и амелу, и разные виды бумаги. И для меня это такое удовольствие. Я понимаю, что все это распакуется в два счета. Но, вы знаете, это настолько с душой все сделано. И я думаю, что все-таки мои родные оценят. Это по-настоящему. Кстати, вот это мужские подарочки в темной бумаге. Все так более лаконично, более скромно. И вот этот тоже. Так, через два часа гости. Так что мы сейчас быстренько немножко сделаем реорганизацию стола. И начнем все накрывать. Я уже даже успела накраситься. Осталось нанести помаду и привести волос в порядок. Кстати, в прошлом году была точно такая же ситуация. Я в этом халате. Не помню, накрашенная или нет. Но приблизительно все точно так же. Только елка стояла в другом месте. И дети на диване сидели. И Тома где-то бегал. Так, как видите, я люблю задействовать всех. Поэтому у нас небольшие изменения. Да, такого еще не было. Ой, как красиво! Супер! Супер, вроде так и надо. Да. Тома, что ты делаешь? Ну, че сейчас? Креативная уборка. А я ходила в лес, принесла веточки. На самом деле я была в гаражах. И вот эти ветки Тома купил в том месте, где продают елки. Обычно их там подрезают, как-то подпиливают. Ну и там можно за копейки это взять. Наверное, вам даже бесплатно дали. И еще вот это буду укра... Использовать для декораций. Мама спрашивала, что помочь. Салфетки сложить надо. Мастер-класс от мамы. Как красиво сложить салфетку и потом сервировать столовые приборы. Я ничего не буду комментировать. Вы сами все видите. Я, честно говоря, с первого раза не поняла, что нужно сделать. Я потом сама пересмотрю видео. И буду делать так же. Так? Опа! И последняя деталь. Довольно шумно, потому что все чем-то заняты, все предели. И в этом году у меня даже есть возможность спокойно поснимать что-то на память. В спальне небольшой соус. Не обращайте внимания, сегодня хозяйка вечера выглядит. Так, я все-таки выбрала платье. Борщ. Хочется борщ ребенку очень сильно. Практически готов картофель. Мама, подавай пельмени. Ушко. Это такие, ну действительно, как пельмени с грибами и с капустой. Да, но я не знаю, как они разморозились. А что, их надо размораживать? Ну, это все кровь делала. А? Я не знаю, все кровь делала. У нас надо, у нас морзгами бросают. Ну, значит, все нормально. У нас пельмени, а это я иду, типа пельмени. Кроки-то вот эти блинчики, о которых я вам говорила. И макароши квадратные. Ой! Там они разогреваются. Наша рыба по-гречески. Тоже теплая уже. И нас дерется. А Захар, лапочка какой. Тоже нарядился в рубашку и в брюки. И с жирафом. Ну, конечно же. Капа уже была. На Рождестве камеру низко поставила. Папа всегда жарит рыбу. Сначала приносит ее, сам готовит дома, панирует и теперь вот на маргарине жарит. Это единственное, что есть не постное, скажем так. Папа, лапочка, лапочка, лапочка. Папа, лапочка, лапочка. Папа, лапочка, лапочка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Еще Также Добавила Сахар И если вы любите острое Можете использовать Перец чили Но Я все-таки побаиваюсь Потому что я в последнее время Перебарщиваю с ним Доброе Рождественское Утро Сейчас Начну накрывать Завтрак И посмотрите Какой дакор у нас Вчера Буквально Случайно Получился Вот эти веточки Которые я раскладывала На каждую тарелку Их просто Поставляли в стаканы Стаканы нам сегодня Еще нужны Так как я готовлю обед Но я взяла Подсвечники Которые у меня уже были Вы можете Воспользоваться Обычным стаканом Посмотрите Как интересно Скромно смотрится Но при этом Очень стильно Как мне кажется Вставляем веточки Любые Я думаю Что елок У всех сейчас хватает Дорожка У меня была Еще перед праздниками Она из Юска Но я покупала Ее специально Там на Рождество На Новый год И она двухсторонняя Помните Я ее просто перевернула Добавила Вот эту ленту И она очень красиво Переливается Красивее Чем вы сейчас видите Так сверкает Как будто она вся Из камней Тоже из Юска Оставила этот подсвечник И собственно говоря Мой декор Не занимает много места Вчера я уже была Не в себе Забыла добавить чеснок И оливковое масло Поэтому сделаю это сейчас Тем временем Разогреваю растительное масло И буду обжаривать Ребрышки И потом будем Очень долго запекать Смотрите Мясо мы обжариваем На высокой температуре Для того чтобы Как бы закрыть Все вот эти вот соки И чтобы оно не было сухим Дальше для того Чтобы было быстрее Я закипятила воду И заливаю мяско Но много воды Прям не надо Где-то на 2 сантиметра Вот поверх мяса Чтобы было Чтобы оно как бы Было прикрыто водой Теперь накрываем И отправляем в духовку На 2,5 часа Периодически заглядываете к нему Посмотрите У меня еще одна большая форма Чтобы оно не оставалось без воды Если так получится Что вода испаряется То просто поливайте Вот это подлива Или переворачивайте его Меняйте местами И потом Где-то через полтора часа Мы еще добавим соус Который делали в самом-самом начале На сегодня я выбрала Более скромный наряд Это топ из Традивариуса Брюки из манго Которые я вам показывала Жакет И лодочки Не поверите Стою караулю картошку И ребрышки Чтобы не сгорели И крашу губы Вчера было яркое платье А сегодня яркая помада Как-то так Праздничная помада у меня От Пупа В оттенке 6 И карандаш Люкс Визаж 208 Где-то через полтора часа Поливаем ребрышки соусом Который мы готовили Конечно, лучше было Если бы просто их На чем-то плоском разложить Но у меня очень много мяса И потом Где-то каждые полчаса Или каждые 15 минут Поливайте мясо Получившимся соусом Чтобы оно не подгорало И не было сухим К нам пришли калядовать Мариа Панна Мариа Панна Детиатка пиасуе И Юзер Швято И Юзер Швято Одолк велигнуе Христус Родзи нас освободзи Анели граю Кроле вихтај Пастерзе спевај Бердента лекај Цуда, цуда Оглашаю только посмотрите на эту красоту первый день рождества наконец-то все готово еще вот такой деликатес из украины которые мне привезли мои родственники очень люблю красную икру но ем в среднем раз в год коротко о том как мы проводим рождество сначала я полдня свою в кухне и готовлю что-то потом остальные полдня томок убирает это все в каждом году Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И у меня как-то даже не было времени взять камеру и что-то толком вам рассказать Как вы понимаете, сначала я была хозяйкой вечера, к тому же у меня были гости Потом целый день мы всей семьей провели у нас И вот только сейчас мама уже, к сожалению, с тетей собирают чемоданы И завтра мы еще, скорее всего, поедем на шоппинг И потом они отправятся в аэропорт, я их отвезу И уже улетают Очень быстро пролетело время Думала уже садится батарейка, даже не успеваю за этим следить И, наверное, в этом году были идеальные праздники Потому что все как-то настолько душевно, так искренне, так по-доброму, так по-настоящему Так на позитиве, без какой-то спешки, без напряга Я не могу сказать, что раньше было вообще как-то плохо Нет, просто в этом году как-то мне, знаете, все было в огромнейшее удовольствие И когда я выставляла сториз Спасибо вам огромное за то, что вы там со мной За то, что вы следите, что происходит в моей жизни Реагируете, комментируете, поздравляете Делаете кучу комплиментов Спасибо вам за это И я получила одно сообщение Если вкратце, да, то Оля, за окном нет снега Откуда ты берешь вот этот новогодний настрой Как тебе хочется праздновать Как у тебя есть там Откуда у тебя столько сил Ну и все в таком духе Я хочу вам сказать, что Не нужно ждать каких-то стимулов снаружи Какого-то толчка Или ждать, что кто-то будет создавать для вас праздник Иногда нужно принять на себя инициативу Если вы этого хотите Если люди, которые рядом с вами ценят вас Если они вас уважают Если они видят ваши старания Если вы видите даже по выражению лица Что им приятно то, что вы делаете Конечно, когда ты себя из-под палки заставляешь что-то делать Это совершенно другая история Я думаю, что тоже окружающие это видят, ощущают И тут уже обратный эффект может получиться Но я не знаю Я не жду, когда начнет идти снег Я знаю, что у меня есть дети Я знаю, что у них эти воспоминания Отложатся на всю жизнь Что они будут вспоминать эти незабываемые моменты вместе Я бы очень хотела, чтобы в следующем году приехал мой брат с женой Чтобы нас было больше Чтобы как можно больше близких людей Собрались в одном месте И вы видели, что я начинала свою подготовку к праздникам Еще, боже, наверное, в конце сентября я начала об этом думать Потому что у нас это все действительно настолько масштабно И даже тетя с мамой сказали, что у нас никогда не было таких праздников А я об этом действительно мечтала У меня есть муж, который поддерживает все мои инициативы И когда я говорю, а давай это, а давай это Даже когда он говорит, Оль, приготовь утку Такую, как в прошлом году Я говорю, нет, дай мне просто сделать что-то другое, попробовать Да, и он говорит, ладно, я знаю, что будет вкусно И даже свекровь, которая не ест свинину И я очень редко ем свинину Первый раз в жизни я ела ребрышки, которые мне понравились Которые не были жирными И я, честно говоря, не могу сказать, откуда брать энергию Откуда брать вот эти силы и вдохновение Я черпаю это отовсюду И я, наверное, даже боюсь в каком-то плане того момента Когда я перестану видеть какие-то мелочи, которые меня вдохновляют Наверное, вот тогда мне нужно будет перезагрузиться А пока что я очень многое отдаю своим близким Но точно так же получаю обратно Я даже не жду слов благодарности Хотя не без этого Конечно, я столько всего приятного Услышала свой адрес Конечно же, только при поддержке Томака Вот этот праздник получился таким, каким он был И когда это происходит в такой взаимный обмен энергетикой Это очень круто И это заряжает И, наверное, поэтому мне не хочется останавливаться И я знаю, что такие ролики очень вдохновляют многих из вас Что вот это тепло, эта атмосфера также передается Что многие из вас возвращаются к таким семейным видео Где я не просто сижу, что-то рассказываю А просто включаю камеру И иногда мои слова за кадром, мои объяснения вам не нужны Вы и так все видите И, возможно, когда-то через 20-30 лет Я буду возвращаться к этим видео Пересматривать и думать Блин, откуда у меня было столько желания В первую очередь делать что-то такое Я очень надеюсь, что у моих близких Такие же впечатления Такие же воспоминания После этих дней, проведенных вместе И вот единственное, что меня немножко расстраивает Это то, что мама и тетя уезжают так быстро Потому что время пролетает в два счета И ты не успеваешь оглянуться, как уже все И завтра эта сказка заканчивается Но послезавтра я уже забираю сюрприз Который я заказала для Томака И 29-го числа у него день рождения Также у нас будет Новый год Да, мы организовываем Новый год для наших друзей Я кое-что приготовила для новогоднего меню Наверное, начну с вами делиться чуточку раньше Скорее всего, в Инстаграме буду показывать, что я буду готовить Поделюсь с подружками, чтобы часть сделали они Часть я И вот так вот накроем какой-то стол символический Все будут с детьми Так что и мы отпразднуем, и детки Наверное, на этом я буду заканчивать влог А, нет, я все забываю рассказать вам О вот этой традиции Когда после молитвы мы чем-то делимся Обнимаемся, целуемся Что это такое Белая такая штучка Она называется опуаток Это типа как постный хлеб, я так понимаю И после молитвы Все друг другу что-то желают И вот допустим Я желаю там свекрови, скажем, чего-то Съедаю кусочек ее вот этого хлебушка Но это как, как бы вам объяснить Просто как мука Вот, высушенная что-то Я даже не знаю, с чего это готовится Она запекается тоненькое Такое, безвкусное Мальчики называют это бумагой И потом она мне что-то желает Съедает кусочек моего И вот так каждый с каждым И слушайте, в этом году Мальчишки впервые Вот так четко пожелали каждому что-то И это так интересно пересматривать К сожалению, у меня закончилось место Место на память Место на карточке И камера отключилась Вот, но с мужем мы тоже менялись пожеланиями Это очень интересная традиция И очень такая теплая, душевная Если вам интересно, как это происходило В случае моей мамы и тети То они просто пожелали всего доброго И, конечно же, в такой неодноязычной семье Есть определенный языковой барьер И это немножко останавливает Это как бы блокирует, да? Но все же я как переводчик, Тома и дети тоже помогают договориться Ну и языки в чем-то похожи Поэтому, в принципе, как бы можно пообщаться Но я думаю, что когда-то, через несколько лет Они начнут полностью друг друга понимать И вот тогда уже будет так еще более расслабленная атмосфера Потому что когда все-таки люди разговаривают на разных языках Нет одного общего То это немножко усложняет общение Но не препятствует, скажем так Вот Я надеюсь, что вам было интересно узнать о традициях Возможно, вы попробуете какие-то рецепты Или просто проведете с нами это Рождество Если это видео вам понравилось То не забудьте поставить пальчик вверх Всех целую и обнимаю Пока-пока До новых встреч уже совсем скоро